Сегодня мы с вами поговорим про RAI потоки в C++11 и Consolation Token. Мы скоро поймем, зачем он нужен и что это вообще такое. Тут небольшой дисклеймер, пока народ собирается, что все, что в презентации увидите, что вам не понравится, это не потому, что я считаю, что так правильно, а потому что просто формат слайда обязывает. И сразу к делу. Вот предположим, что у нас есть какой-то объект класс Worker, который инкапсулирует некоторые задачи, которые исполняются в фоне в отдельном треде. Это может быть слежение за файловой системой, много всяких вариантов. Может быть вы вычисляете число PID, миллионного знака. Но суть в том, что у вас есть отдельные капсулированные задачи, которые выполняются в фоне. Давайте посмотрим у нас в конструкторе, какой-то код может быть после создания треда. В чем, есть ли какая-то в этом проблема? Проблема может быть в том, если у вас оттуда вылетит исключение. Почему? Потому что ваше приложение сразу завершится через std terminate. Почему так? Потому что в стандарте явно сказано, если тред в joinable состоянии, значит вызывается std terminate. Почему так? Мы сейчас, может быть, поймем. Ну, к чему это приводит? Потому что получается, что объект треда в новом стандарте, он не является в полном смысле, не соответствует идиоме RAI. Я вообще очень трепетно отношусь к идиоме RAI, потому что считаю, что это одна из лучших сторон языка. И когда я пишу код на C-шарпе или на пайтоне, то я скучаю не по шаблонам даже, а прежде всего по RAI. Вот. Ну, тред у нас показался несоответствующим этой идиоме. Давайте подумаем, что мы можем с этим сделать. Ну, мы трудностей не боимся. Давайте напишем свой простой враппер над тредом, который попытаемся сделать соответствующим этой идиоме. Все довольно просто. Мы добавляем, весь интерфейс копируем, добавляем исключительно метод reset, который вызываем в деструкторе в случае, если тред находится в joinable состоянии. Давайте подумаем, что, в общем, может быть в этом самом методе reset. Там варианта два, по большому счету, потому что с тредом можно сделать две вещи. Можно его либо задетачить, либо заджойнить. Вот, предположим, что мы решили там написать детач. Давайте вспомним наш воркер и посмотрим, как это повлияет на его поведение. Что произойдет с воркером, если мы в деструкторе будем делать детач? Ну, вот если посмотреть, то что в случае исключения, что в случае нормального завершения получится так, что объект воркера умрет, а поток в нем останется работать и будет обращаться. То есть если у вас в воркере есть еще какие-то, во-первых, даже самый лайф, то есть скорее всего у вас будет crash, segmentation fault, в общем, все замечательные вещи. Так что детач не очень хорошее решение. Ну и вообще, как бы я, честно говоря, у меня лично такая неприязнь к детачу. Почему? Потому что у меня смутное ощущение, что это то же самое, что выделить память и забыть про указатель. То есть вот детач — это что-то похожее, потому что у нас где-то есть объект, который живет, который исполняет какую-то работу, но при этом мы никак не можем повлиять на время его жизни, ну, по большому счету. И в этом смысле детач мы делать не будем. Давайте посмотрим, что будет с join. join вообще, по идее, с ним все хорошо, потому что join — это полностью раишный. С точки зрения раи, join — это замечательно, потому что когда у нас разрушился thread, мы точно уверены, что тот самый поток, объект потока, то мы уверены, что и сам поток уже завершился. Но вот тут появляется одна маленькая-маленькая проблема. Если все-таки вылетит это исключение, то лайф никогда не станет false, всегда останется true, и с одной стороны поток будет вечно крутиться в методе work, а с другой стороны тот thread, который создавал worker, он навечно зависнет в деструкторе раи-треда. Ну, тут у нас такая задача, которая периодически все-таки возникает в программировании многопоточном. И задача формулируется так, как мы прерываем длительную форму, какую-то блокирующую функцию. Их довольно много есть. Можете вы сами написать цикл, либо вы можете использовать какие-то блокирующие функции операционной системы. Как вообще? Вот индустрия что придумала для того, чтобы их прерывать? Потому что иногда такая задача возникает, как мы видим. Ну, есть два варианта. Первый вариант. Есть put thread cancel. И растущий из него boost thread and trapped. Как он работает? Есть функция специальная, которую можно передать handle thread'а, ну, ID thread'а. Эта функция отправит в этот поток запрос на прерывание. Если потоку был отправлен запрос на прерывание, то в нем, в системных вызовах, есть специальный список cancelable вызовов в спецификации POSIX. и из этих вызовов вылетит исключение особого типа. Оно особое исключение. Его нельзя поймать стандартным блоком кэч треиточия. Оно пролетает через весь ваш код, разворачивает вам весь стэк и, в общем, убивает ваш thread, работает чисто, даже, пожалуй, чересчур. Да, потому что этот эксепшен, он особого типа. И даже если вы напишете специальный кэч блок, чтобы его поймать и попытаетесь его там проглотить и замолчать, то тогда ваше приложение убьется с помощью аборта. Вот. Есть специальная функция по thread test cancel, которая не делает ничего, кроме как проверяет, был ли данный поток прерван или нет. Собственно, через нее реализован boosted thread interruption point. Какие же у нас плюсы? Ну, действительно, как мы потом увидим, нам захочется прерывать ожидания на условных переменных. Кроме этого, оно прерывает ожидания на блокирующих методах операционной системы. Ну, я сейчас говорю больше про POSIX, но тем не менее. Ну, потому что на POSIX только есть по thread cancel. Вот. Но, в общем, прерывает блокирующие функции. Практически невозможно играть. С этой стороны все хорошо. Но вот список минусов, он тоже очень значительный. Причем они не все очевидны. Во-первых, таких приложений, которые написаны полностью вами, полностью на C++, полностью с соблюдением гарантии безопасности исключений, ну, таких приложений все-таки довольно мало. Обычно вы используете какой-нибудь лип-джпег, лип-пнг, у вас есть какой-нибудь, может быть, SDK, который оборачивает работу с каким-то аппаратным обеспечением. Так вот. И суть в том, что если программист, который писал эту библиотеку, она, как правило, написана на C, не сильно задумывался о том, что из системных вызовов может вылететь исключение, то как будет вести себя эта библиотека, это большой вопрос. То, что если у вас просто утечет память, это считается, что вам еще крупно повезло. Почему? Потому что если в этой библиотеке используются mutex, то, скорее всего, они не будут разблокированы. Почему? Вообще, по идее, там можно сделать особый хендлеры, то есть вы можете обернуть свой код, который использует mutex, специальный хендлер, который будет разблокировать mutex в случае чего, но это никто не делает, поверьте мне. Просто этого никто не делает. И, например, вот в нашем проекте мы столкнулись с такой особенностью, что если отправить put thread cancel потоку, который находится в определенной функции SDK, которая работает с железом, то этот поток просто умирает тихо, вообще не разворачивая свой стек. То есть на стеке у вас есть unique log, который залучил mutex, потоку пришел test cancel, это thread cancel, и этот поток просто умер тихо, вообще без разговоров, не разлочил свои mutex, не освободил память, ничего. Вот такая вот классно написанная эта библиотека на C. Вот. Еще есть одна проблема в том, что список вызовов, которые являются прерываемыми, он большой. Причем exception может вылететь оттуда, откуда вы не ожидаете. Например, метод close. Вы в деструкторе файла, закрываете этот файл и дескриптор, который у вас есть, и вам нужно не забыть обернуть метод close в специальный блок, который запрещает исключение, вот именно прерывание этого треда на время вызова клоуза. Потому что иначе у вас из деструктора вылетит исключение, которое вы к тому же еще и проглотить не можете. То есть, если этот деструктор вызвался, например, из-за того, что у вас шла размотка стека по причине другого исключения, ну, в общем, опять-таки, стадо терминейт. Да, есть еще проблема. Дело в том, что ни на Windows, ни на Android нету патрот канцела. На Windows по понятным причинам. Если мы говорим про Android, когда Google разрабатывали свою лепси, которая называется Bionic, они приняли просто решение. У нас не будет патрот канцела, потому что это усложняет код, это раздувает потом бинарный файл. В общем, они сказали, нет, используйте что-то свое. Все-таки Windows и Android довольно распространенная операционная система, поэтому, скорее всего, это не тот минус, который можно проигнорировать. по предыдущей причине стандарт 11-го года C++ не предоставляет в классе потока метод interrupt. Я не думаю, что будет предоставлять на самом деле. Кстати, был вопрос вчера, почему вот interruption point, но вот возможно это вот одни из причин, почему. Есть еще одна тонкая проблема. Дело в том, что в 14-м стандарте добавили спецификацию no accept для ожидания на условных переменных. И тут у нас такая получается замкнутый круг. С одной стороны, если мы хотим прерывать ожидания на условной переменной, нам нужно разрешить прерывание на время вызова, в любом случае condition variable weight в конце концов превращается в patrred cond weight. И нам нужно разрешить прерывание на время ожидания в patrred cond weight. С другой стороны, получается, что если оттуда вылетит это исключение, мы ничего не сможем с этим сделать, мы не сможем его проглотить, и оно вылетит. Таким образом мы нарушим спецификацию исключения для condition variable weight. Ну и такой небольшой, незначительный минус в том, что поток нельзя переиспользовать. То есть, если вы внезапно захотите прервать какую-то задачу, а после этого поток переиспользует чего-то другого, то с patrred cancel у вас это никак не получится. А, в общем, если вы вбиваете в stack overflow, patrred cancel убивает мою программу, что я делаю дальше, вам говорят, используйте bule flag. Булема флага мы уже сталкивались. Собственно, в нашем воркере alive это и был тот самый bule flag. Я здесь использую атомарную переменную, все довольно очевидно. В конструкторе true, в конструкторе false, в цикле проверяем. Какие плюсы и минусы? Ну, с одной стороны, ясно, что здесь портировать нечего, все стандартно, точки прерывания очевидны. Даже если ваш джуниор поймет, почему, захочет понять, почему у вас этот цикл внезапно перестал работать, вот же, life. Опять-таки, я, честно говоря, не особо, мне немножечко напрягает эти вот while true, потому что, ну, как-то это все-таки не очень, все-таки когда-то же этот код должен прерываться. Вот. Но минусы тут тоже довольно очевидны. С одной стороны, кода много, это постоянно нужно писать заново, этот код нельзя переиспользовать, мешает декомпозиции. Если, например, вы хотите, если у вас будет какой-то блокирующий вызов в каком-то вашем примитиве, я не знаю, там, многопоточная очередь, которую мы сейчас будем рассматривать, то с булевым флагом у вас будут проблемы. Ожидание на условных переменных надо прерывать вручную, то есть вы можете прерывать только те условные переменные, которые лежат в этом же, например, классе воркера. И это все неудобно, некрасиво и постоянно приходится повторяться. Ну и понятно, что как бы блокирующие функции операционной системы ничего не знают про ваш булевый флаг и, в общем, оно ее хорошо. Вот. Давайте все это сейчас решим и сделаем классно. Мы добавим новую абстракцию, новый объект, называется cancellation token. Внутрь мы вам положим тот самый булевый флаг. Будет оператор контекстного приведения к булу и можно будет вызвать метод cancel. Пока ничего нового не добавилось, мы просто вынесли это в отдельный класс. А вот теперь добавим этот cancellation token в наш RAI thread. И в методе reset мы будем сначала говорить токену cancel, а потом уже join it thread. А в функцию, которая исполняется, которая исполняется в отдельном трейде, мы будем передавать ссылку на этот токен. Таким образом это будет выглядеть как-то так. То есть в сигнатуру функции мы добавляем ссылку на cancellation token. Вместо того, чтобы проверять переменную булевый флаг в самом классе воркера, мы проверяем этот cancellation token. Деструкторы у нас reset для этого трейда. Если вылетает exception, все замечательно, потому что деструктор трейда переводит, ну, cancel it. Я буду это слово сегодня часто использовать, вы уж меня простите. Cancel it этот токен. И, соответственно, трейд завершается, join выполняется, деструктор закончил исполнение, все свернулось замечательно, классно. Ну и код стал чище, понятней, все хорошо. Но рано радоваться, мы еще не научились прерывать все остальное. Давайте прерывать примитивы и синхронизации. Начнем с условных переменных, ими и закончим. Вот. Для того, чтобы понять, объяснить, в чем проблема, как бы, напишем простую многопоточную очередь без каких-то хитростей. Вот, собственно, два основных ее метода. Push и trypop. Trypop принимает timeout. Если объекты в очереди не появились, тогда мы возвращаемся, говорим в возвращаем значение false. Я принимаю объект, который будет возвращен по ссылке. С одной стороны, это избавляет нас от трудностей с исключениями в конструкторе копирования, если мы будем возвращать ее по значению. С другой стороны, ну, мы сейчас увидим, зачем нам это еще пригодится. Тут все довольно очевидно. Мы ждем до timeoutа. Если ничего нет, возвращаем false. Итак, теперь давайте попробуем, напишем, а, вот для тех, кто забыл, что такое, может быть, давно не пользовался условными переменами, вот так они, этот базовый примитив синхронизации позволяют ждать возникновения какого-то события. То есть, один или несколько тредов ждут в методе wait или wait for, там еще есть wait and till, при этом они разблокируют тот mutex, который передается им аргументом. Соответственно, один или несколько тредов могут вызывать notify one или notify all как им будет угодно. Таким образом, пробуждая эти треды, уведомляя их, что какое-то событие произошло. Вот, напишем простой такой объект taskexecutor класс. Что он делает? Ну, ему в методе add приходят какие-то задачи, он выполняет их в отдельном потоке. То есть метод add выполняется быстро, а задача может быть, например, долгой. Или задача могут, ну, бывает такое, что нужно выполнить задачу в отдельном потоке. Итак, тут все довольно-таки очевидно, то есть у нас есть многопоточная очередь, у нас есть поток, и тут у нас есть тайм-аут. Зачем этот тайм-аут нужен? Почему вот в коде такое, при таком подходе в коде можно встретить такие to do? в чем суть этого тайм-аута? Какой он должен быть правильный вообще? 10 миллисекунд, 100 тысяча. На что он вообще влияет? Влияет он на те методы, которые выделены жирным. Чем больше тайм-аут, тем дольше у нас будет выполняться деструктор. То есть, если мы поделим тайм-аут напополам, то это будет мотожидание, собственно, времени выполнения деструктора. Потому что деструктор будет дождаться, пока этот тайм-аут истечет, и пока трет выпадет из страйпопа и заново проверит токен, чтобы завершиться. С другой стороны, чем меньше тайм-аут, тем больше циклов мы тратим, тем больше тактов процессора мы тратим вот в этом цикле. Ну, тут тоже все довольно очевидно. То есть, мы будем постоянно лочить этот mutex, онлочить mutex, засыпать на условно-переменной, просыпаться. ничего хорошего, потому что в принципе здесь ничего не происходит. Мы сидим и ждем, пока появится новая задача, и в общем-то здесь тайм-аут не нужен, никакой семантики вашу программу не добавляет. То есть, вот этот to-do вы можете удалить, но вот этот вопрос, какой должен быть тайм-аут, у него правильного ответа нет, в принципе, потому что тайм-аута быть не должно. Потому что тайм-аут никакой логики вашу программу по большому счету не добавляет. Это просто костыль. Для того, чтобы можно было как-нибудь завершить. Что же мы будем делать? А мы добавим в наш cancellation токен возможность прерывания условных переменных. Но так как мы легких путей не ищем вообще, то мы добавим возможность прерывания вообще всего. Мы введем класс cancellation handler, в котором будет один виртуальный метод cancel. И он нас как-то абстрагирует от прерывания конкретного блокирующего вызова. Соответственно, мы добавляем нужный метод в cancellation токен. И когда нам говорят cancel, мы проверяем, если сейчас зарегистрирован хендлер, то мы вызываем у него этот cancel, выставляем наш atomic в true и спокойно завершаемся. На самом деле здесь все чуть позже. Что нам теперь нужно? Нам нужна теперь возможность зарегистрировать этот cancellation хендлер и разрегистрировать его, соответственно, в этом cancellation токене. нам поможет в этом cancellation guard. Это считайте как unique log в 11 стандарте. То есть в конструкторе он регистрирует, в деструкторе он разрегистрирует. Что же у нас дальше происходит? Вообще на самом деле здесь чуть-чуть хитрее. То есть реальная имплементация этого чуть-чуть хитрее, потому что мы вызываем cancel без долученного лока mutux, но это общая конструкция отношения не особо имеет. Давайте теперь будем прерывать наши условные переменные. Как будет выглядеть cancel? Мы залучили mutux, мы пробудили все трэды, которые спали на этом condition. Проблемы в данной ситуации нет, мы с ней не столкнулись, с проблемой производительности, что мы разбудим все трэды, а не один. Мы должны разбудить все, потому что мы не знаем, что если мы разбудим один только, мы не уверены, что разбудим тот, который мы хотели разбудить. А с другой стороны cancel не очень частая операция. По сравнению, мы чаще ждем, чем прерываем. Это логично. Итак, CVHandler хранит ссылки на condition, на котором мы уснули, lock, который мы при этом использовали, и в случае cancel вызывает notify all. Как будет выглядеть прерываемая версия waiter на condition variable. Мы создали хендлер, мы зарегистрировали его в токене и спокойно засыпаем, зная, что если нас захотят прервать, они смогут это сделать. Давайте теперь попробуем модифицировать нашу многопоточную очередь, чтобы все стало хорошо, чтобы использовать там cancellation токен, и все было замечательно вообще. Жирным выделено то, что изменилось по сравнению с первичной реализацией. То есть здесь мы уже поставили цикл while. Мы ждем, пока нас не прервали. То есть проверка токена имеет семантику, нас не прервали, они все еще хотят результаты, это что-то важное. И нет элементов, мы ждем, причем используем прерываемую версию, передаем этот токен. Как теперь будет выглядеть код таск экзекьютора, как-то так все довольно то есть мы избавились от таймера, таймаута, мы передаем сюда токен, и как только, если раньше у вас было какое-то с таймером, даже с маленькими, у вас было какое-то мотожидание времени, то есть у вас например если таймаут 10 миллисекунд, у вас время выполнения деструктора 5 миллисекунд в среднем, и вот вы никак меньше этого не сделаете. Сейчас сколько будет выполняться деструктор, ограничена исключительно производительностью ваших процессоров, то есть мы не теряем в данной ситуации лишние такты на то, чтобы крутиться в этом цикле, мы не теряем время в деструкторе замечательно, все стало классно, давайте посмотрим, что у нас еще из примитивов синхронизации есть, у нас есть mutex, mutex мы не будем прерывать, вот есть некоторые поинты, почему так, во-первых, если вы ждете события, у mutex есть философия, у всех примитивов синхронизаций есть философия, condition variable, условно переменная, для того, чтобы ждать события, mutex для того, чтобы защищать данные, и раз уж мы защищаем данные, мы не можем просто взять и сказать, ой, теперь я не хочу больше данные, чтобы защищались, если все довольно очевидно, если вы вдруг внезапно все-таки поймете, что очень хочется прервать ожидания на mutex, потому что в документации к POSIX на open groups есть хороший параграф, где четко описано, почему этого делать не стоит, то есть в POSIX тоже mutex log не являя не входит список cancellable функций, и это правильно, но кроме mutex у нас еще есть блокирующие вызовы операционной системы. Я буду рассматривать такие базовые совершенно вызовы, они в принципе, я буду рассматривать, например, Apotex, если мы будем говорить про Windows, то большинство этих методов есть и Windows, и ведут себя похожую, это еще наследие старых дней. Какие же у нас есть блокирующие вообще вызовы? Ну вот основные, 95% блокирующих вызовов в вашем приложении, скорее всего, будут вот эти. То есть это чтение, запись файла, если чтение, мы блокируемся, пока не появятся данные, запись, мы блокируемся, пока не появится место в буфере, accept, мы ждем, пока появятся входящие соединения. Что же мы будем с этим всем делать? Потому что их довольно много, но для того, чтобы их прерывать, мы будем использовать select, ну точнее, так как select устарел десятилетия назад, мы будем использовать на select a poll. То есть в документации к pollу четко написано, если poll вернул вам, что для файлового дескриптора выполняются условия pollin, то read в нем не заблокируется. Это мы будем эксплуатировать нещадно. Как мы это будем делать? Во-первых, poll принимает список файловых дескрипторов, поэтому мы создадим pipe и добавим его в список ожидания, а в случае прерывания мы будем писать туда один байт. То есть изначально у нас в пайпе данных нет, когда нас прервали, мы записали туда один байтик. Соответственно, таким образом достигли условия, что данные есть, их можно прочитать. Вот так у нас будет выглядеть cancelable poll. Мы создаем cancellation handler, регистрируем его в токене, потом то, что мы хотим прервать, тот наш нормальный пол, скажем так, добавляем первым файловым дескриптором и добавляем еще специальный наш файловый дескриптор, который относится к пайпу, и ждем, пока там появятся данные, потому что если там появятся данные, означает, что нас хотят прервать. Все, спокойно засыпаем в поле, если нас хотят прервать, вызывается write, данные записываются в пайп, появляются в другом конце пайпа и пол пробуждается. Замечательно. Теперь давайте посмотрим, как у нас будет выглядеть cancelable read с использованием этого cancelable пола. Все довольно понятно, кроме одного места. Вообще, как бы мы спрашиваем, есть ли там данные, если данных нет, ну, значит, нас прервали. Либо, либо, если данные есть, тогда мы уже можем спокойно прочитать, здесь мы точно не заблокируемся, все хорошо. Есть одно тонкое место, суть в том, что возвращаемое значение 0 у read вообще обычного используется для того, чтобы маркировать e-off, конец файла. Это мы чуть-чуть позже рассмотрим, но здесь проблем никаких нет, поверьте мне. Итак, вот у нас есть cancelable read, давайте замутим какой-нибудь, но так все-таки я пока говорю про внешние функции, чтобы как бы не усложнять, но давайте сделаем какой-нибудь классный интерфейс, в котором будут все использоваться. Ну, вот у нас, предположим, есть какой-то интерфейс pipe. Это может быть файл, это может быть сокет, почему нет? Мы добавляем туда прерываемые версии. Вообще, как правило, вам нужна и прерываемая, и непрерываемая версия. Но если для сокета это не так очевидно, то, например, для логов это вполне себе очевидно. То есть вы хотите, наверное, когда вы пишете логи в консоль, вы не хотите, чтобы вас прервали посередине, потому что если у вас пошла там размотка стэка или какие-то эксцепшены, что-то вы логируете важное, вы хотите, чтобы эти данные попали в ваш файловый дескриптор, в вашу консоль. Поэтому иногда бывает так, что в деструкторе, например, какие-то, у вас в деструкторе может использоваться condition variable, условные переменные. Поэтому в процессе, в большом проекте у вас точно появятся какие-то места, где вы хотите использовать непрерываемую версию стандартных функций. Поэтому нам нужны и те, и другие. В чем проблема? Проблема в том, что у нас получился какой-то огромный интерфейс, раздувается, ничего хорошего тоже нет. Что можно с этим сделать? Давайте мы сделаем cancellation token интерфейсом, сделаем его константным, чтобы основные используемые методы имели маркировку constant, как вот видите, регистр и is cancelled. Сделаем dummy token, который никогда не может перейти в состояние cancelled. Он всегда активен, всегда хорош. И тогда мы можем добавить просто дефолтный параметр, чтобы у нас создавался dummy token на время, если мы захотим, то есть если мы не передали в рид наш cancellation token, который нам, предположим, передали из треда, то тогда это будет непрерываемая версия рида или непрерываемая версия райта. Отлично. Вот наш обновленный pipe интерфейс и как будет выглядеть функция, которая, например, читает оттуда данные и каким-то образом их обрабатывает. Не важно каким. То есть мы передаем токен в pipe read, в случае чего нас прервут, все будет хорошо. Если нам вернулся ноль, мы должны проверить, что это не ситуация, когда нас прервали. Если токен живой, если все хорошо, тогда мы handle me off. Тут есть такое дело. А если, например, у нас закончился фейл, одновременно нас прервали? Ну, дело вот в чем. Если вы будете этот pipe переиспользовать, то есть, например, у вас прервали эту задачу, но этот pipe используется во многих задачах. Тогда этот EOF обработается в другой задаче. Все нормально. Когда вы в следующий раз придете в read, вам вернется тот же ноль, токен в этот момент вернет вам true, и вы обработаете EOF. Если вы не переиспользуете этот объект пайпа, замечательно, какая разница EOF там или нет. Итак, рассмотрим, что же у нас все-таки в итоге получилось. Мы сделали такой интерфейс cancellation токена. Сначала мы начали с объекта, потом перешли к интерфейсу. Это такой объект, который позволит нам перерывать все стандартные вызовы и даже нестандартные. То есть, все, для чего вы можете придумать механизм прерывания, вы можете с помощью cancellation токена прерывать. При этом он явно передается во все функции и позволяет вам делать много классных вещей. Но он, конечно, не лишен своих минусов. Плюсы довольно очевидны. То есть, на примере многопоточной очереди видно, что писать какие-то примитивы с использованием, если вам не нужно добавлять туда таймауты, а можно использовать семантически верный cancellation токен, все замечательно получается. В смысле портирования. Я думаю, что мы используем это все под линуксом. Большой проект, действительно, огромный проект, в котором использовалось, очень активно использовался cancellation токен. Учитывая, что все эти вызовы очень похожи на Windows, там есть select, можно делать то же самое. То, что я не рассказывал в рамках презентации, можно прерывать отдельные задачи, например, если у вас есть какая-то длительная, не знаю, алгоритм, который вычисляет путь из точки А в точку Б, а пользователь уже перешел на другой экран в вашем приложении, например. Вам не нужно тратить процессорное время для того, чтобы дождаться, пока у вас это досчитается. Вы уничтожили объект, у вас этот объект задачи уничтожился, поканцелил свой cancellation токен, и у вас хорошо завершилась ваша длительная задача. Минусы какие? С одной стороны, действительно, если вы напишите while true, cancellation токен вам ничем не поможет. Но с другой стороны, учитывая, что он передается явно, это все-таки сложнее забыть. Опять-таки, если вы напишите, если даже вспомнить подход с portrait cancel, если вы напишите while true, в котором не будет системных вызовов, он точно так же залипнет, ничем никто вам в этой ситуации не поможет. Еще какой минус? Довольно серьезный минус. Если вот смотреть на ту реализацию, которую я вам предлагал, это минус довольно серьезный. Почему? Потому что, если мы посмотрим на cancelable read, у нас был один syscall, а стало пять. Почему? Потому что в cancelable поле мы сначала здесь один, в destructоре два, и еще один дополнительный пол. Что с этим можно сделать? Мы используем cancellation token довольно тяжелый. У нас MIP-совый процессор, 800 МГц примерно, и мы используем его в потоке, который 60 Мбит данных по UDP получает, дальше обрабатывает. Как мы это сделали? Очень просто. Мы перевели свой файловый дескриптор в неблокирующий режим. Мы перевели в неблокирующий режим и поставили еще один read перед полом. Если данные есть, если действительно у вас нагруженный цикл, данные есть, вы их получаете сразу, не блокируетесь. Если вам вернули evoot-блок, кто знает, когда эти данные появятся, может они появятся через секунду, а может быть через пять минут, тогда вы уже спокойно засыпаете в поле. Это первое, что поможет. А второе, можно положить cancellation handler в TLS. да, вы таким образом у вас, особенно если переделать его не на pipe, а на eventfd, это специфично для линукса syscall, который делает примерно то же самое, только создает вам один файловый дескриптор вместо двух. То есть у вас будет на поток, на поток, который работает с EO, у вас будет дополнительный файловый дескриптор, но в этой ситуации у вас вообще не будет накладных расходов на дополнительное создание хендлера, у вас будет всего лишь, то есть у вас будет один рид сначала, потом, если не получилось, у вас будет дополнительный пол. Но учитывая, что это возникает только в ситуации, когда данных нет, то есть когда нужно подождать, это вот в нашем приложении этих проблем не вызвало, хотя действительно у самбедия система с жесткими ограничениями. можно как-то бороться с накладными расходами на прерывание системных вызовов. Что дальше? Пока мы это все делали, тут есть еще несколько вариантов, которые в данной реализации я отверг, но в принципе это не значит, что их нельзя использовать. Возможно, в вашей ситуации они будут более… может, они вам понравятся больше, скажем так. Можно использовать cancel exception. В чем суть? Вместо того, чтобы придумывать какие-то возвращаемые значения 0 или там если у нас accept null возвращать вместо сокета, мы можем кидать exception. Нас прервали, все, больше дальше ничего не делаем. В чем плюс и минус? Ну, с одной стороны, в такой ситуации проигнорировать, конечно, гораздо сложнее. Ну и нет, все довольно очевидно с возвращаемыми значениями. Если мы кинули exception, никакого возвращаемого значения нет. Минус в чем? Суть в том, что снижение гибкости почему? Потому что есть ситуации, когда exception просто нет, потому что собирается с код минус no exception, либо это не запрещены, как, например, сделано у Google. Вот. Кроме того, если вы захотите кинуть exception, никто не мешает вам проверить. Если нет токен, кинуть exception. То есть в базовом, в базовой реализации exception не кидаются, но никто не мешает вам взять и добавить туда cancelled exception, кидать его по мере необходимости. Кроме того, я считаю, что прерывание задачи это не то, чтобы исключительная ситуация для приложения. Если, например, в приложении вы попытались извлечь объект из вектора по индексу, а такого индекса нет, вот это исключительная ситуация. Я понимаю. А вот то, что вас прерывали, ну только это же вроде как бы специальный механизм есть для этого. То есть с моей точки зрения это нарушение философии исключений. Ну и усложжение отладки, потому что если вы будете использовать cancelled exception, то первый человек, если у вас действительно будет много потоков, у нас порядка двухсот как бы, и в общем это много, и в этой ситуации если у вас первый человек, который напишет catch throw, он хорошо, если он мирный, потому что исключений будет лететь много, и catch throw будет у него останавливать приложение постоянно. Какие еще варианты? Еще можно вместо того, чтобы добавлять дополнительный параметр, можно передавать его через thread local storage. Благо у нас в 11 плюсах есть естественный механизм для этого. Все довольно очевидно. Мы убираем дополнительный параметр и просто достаем его из TLS для того, чтобы проверить. Минусы, ну плюсы, то есть хороши тем, что можно действительно обернуть те вызовы, которые вам хочется, то есть переписать небольшую или написать небольшую обертку над теми вызовами, которые действительно хотите прерывать, а весь остальной код не трогать. Но минусы перечислены тоже на слайде, потому что, как я уже говорил, вам понадобятся непрерываемые версии методов, вам понадобится non-cancelable read, вам понадобится non-cancelable write и так далее. И в этой ситуации у вас не будет такой хитрой возможности взять и оп, за счет хитрого трюка с параметрами функции это разрешить. Но, опять-таки, если вам хочется сделать, это никто не мешает. Никто не мешает, вместо того, чтобы в какой-то части кода передавать явно через аргумент функции, после этого сложить в TLS, внутри уже какого-то вызова, куда вы его передали, достать и использовать. Мы так делаем почему? Потому что, например, у нас не получается передать его по-нормальному в SSL. В SSL мы хотим прерывать ожидания на сокетах, а просто добавить в SSL нет возможности передачи списка дополнительных параметров. То есть у них сколько есть, столько есть. Сказали read, значит read. Все. Поэтому мы складываем его в TLS, внутри достаем. Ну и понятно, что в этой ситуации, если мы через TLS это делаем, то тогда уже отдельную задачу прерывать нельзя, потому что у нас просоциировано с объектом потока и как-то так. Это все реализовано в виде библиотеки, которую можно здесь посмотреть, посмотреть на тест, посмотреть на то, как она работает, посмотреть на исхода, потому что там есть хитрости, там есть хитрости как в смысле реализации прерывания условных переменных, так и в смысле самого cancellation токена. если вы хотите пообщаться, спросить, задать какие-то вопросы, я не знаю, вот моя почта и спасибо вам за внимание, я жду ваших вопросов. Спасибо за толк, затронули одну из моих самых любимых тем, многопоточность. Хотел бы спросить следующее, я хотел бы поспорить, во-первых, с минусами, которые вы обозначили для интерапшн-поинтов. Вот был слайд в начале, 15-й, если не ошибаюсь. Одним из минусов было, допустим, перечислено, что исключение системных вызовов станет сюрпризом для многих частей, допустим, GLP-C и так далее, которые не ожидают просто выброса исключения оттуда. Но опять же, вы же упоминали тот же BoostFret и там строго специфицированы места, откуда будут выброшены исключения. Поэтому я не вижу совершенно никакой проблемы. Вызываются, собственно, либо join, либо wait, они не являются интерапшн-поинтами. И, собственно, сам вызов интерапшн-поинт. Я просто говорю, на примере наш, когда мы в нашем коде начали активно, мы сначала как бы думали, что надо как-то избегать интераптов. Сначала мы написали как бы в проекте везде интерапт. Классно. У нас в основном Linux, никаких проблем. Везде написали интерапт. После этого мы активно начали избавляться от интерапта. Именно тогда, когда мы обнаружили, что есть какая-то статическая библиотека, которая написана компанией, которая расформирована давным-давно. То есть спросить не у кого, почему она там. Ну, поведение именно такое. То есть мы как бы, представляете, сколько времени был процесс понять, что действительно mutex не разлучен не потому, что кто-то там что-то долгое делает, а потому, что просто thread умер и все внутри этой функции. То есть для кода, написанного на C, это действительно может быть проблемой. То есть потому, что вообще как бы еще сишников, я не знаю, я может быть не очень люблю C, но мне кажется, что там только exception не хватало к тому подходу к коду, который они используют обычно. Вот. На тему, опять-таки, не очень понятно, как вы собираетесь решать проблему с стандартом. В тем, что в стандарте condition weight имеет спецификацию на OXEB. Не, мы можем, конечно, поправить стандарт маркером, но как-то это… Мы можем. Я понял. Я как раз таки был тем человеком, который про interruption point в стандарте вчера спрашивал. Я понял. Как раз таки еще один вопрос тут есть. Сложности с портированием на многих АЭС, то, что нет P thread cancel позиевского и так далее. Не вижу тоже никаких совершенно проблем. Было бы, если бы комитет действительно собрался реализовывать interruption point и сделать через тот же самый atomic flag, который более того в том же стандарте самому гарантирует то, что он будет lock-free. То есть, не понимаю. Тут не нужны даже никакие низкоуровневые вызовы API, типа P thread cancel или чего-нибудь подобного из VIN API и прочего. Не, ну то есть, можно, конечно, сделать interrupt через вот тот механизм, который я описал. Но, опять-таки, все равно придется писать. То есть, просто еще раз, добавить P thread cancel на некоторых архитектурах, просто на некоторых платформах не получится. Какие другие методы прерывания системных вызовов? То есть, можно сделать то, что написал я, но тут особенность получается такая, что все равно здесь есть накладные расходы. Я не верю, честно говоря, что стандарт, что комитет по стандартизации пойдет на вот эти накладные расходы для всех подряд. Вот так. Я не понял просто, честно говоря, плюса именно вашего подхода. То есть, по сравнению, допустим, с boost interruption fret. Для C++, конечно, кода. Для C, понятно, boost никак не прикручишь. про C++ говорим, все-таки конференция про него. Еще раз, если говорить про boost interruption point, который реализован через portrait cancel. То есть, он реализован все-таки через него. Но не сказал бы, допустим, исключение, вы можете половить через catch, о чем вы упомянули, об обратном. Оно ловится спокойно. Оно не ловится через std exception, потому что оно не наследуется от него. Ну, понятно, что не наследуется. Но, как бы, если оно реализовано не через portrait cancel, а через какой-то механизм подобный, описанному в моей презентации, оно так как бы… Да, именно так, насколько я помню, по крайней мере, в старых реализациях было. Поэтому мне удивительно, что по сути то же самое получается. То есть, вы также определяете точки, где будет прерывание, возможно. Также вы можете использовать неблокирующие системные вызовы, там input-output и прочее. А у них есть обертки на данной ситуации для системных вызовов, которые блокируются через их механизм. Не понял вопроса еще раз. Ну, то есть, если у них свой механизм не по thread cancel, то им нужно для всех системных вызовов предоставлять какие-то обертки, которые будут поддерживать прерывание. А по сути, здесь они так и были, cancelable, poll, может, я что-то не понял в смысле? Ну, да, да. То есть, я имею в виду, что у меня просто как бы они сделаны явно, как бы у них получается, что если вы пишете код с использованием boost'а и не используете их специальные обертки, то как будто, ну, беда. Но есть одна особенность, то что там все-таки подход exception. То есть, exception применим не везде. И exception, особенно если мы говорим про задачу, то exception, мне кажется, не самым хорошим решением. Если мы говорим при прерывании задач. Ну, тут спорно. Ну, ладно, хорошо. Да, и тут еще один вопрос у меня, кстати, на тему boost'а. У них он в виде extension. То есть, даже не то, что как бы стандарт не добавили interruption point. Дело в том, что в бусте в документации к boost' трэду указано, что он есть не на всех платформах. То есть, вы можете его использовать, конечно, но суть в том, что потом вы перейдете на другую платформу, а его там нет. Ну, и все как бы, ну, классно. Писали, писали. Ну, возможно. Extension, extension точно. Я проверял перед тем, как. Хорошо, ладно. Спасибо. Так, еще вопросы есть, ребят? Ага. У меня не вопрос, на самом деле, пояснение. Вчера был вопрос на моем докладе про сигналы, как можно прерывать задачи, хендлеры сигнала. В общем, вот это тот самый примитив, который вам поможет. Во-первых, разработчик библиотеки сигналов, например, я, может сравнить, распарсить сигнатуру обработчику сигнатуру сигнала, и если увидит дополнительные параметры типа cancellation, хендлер, то передавать cancellation хендлер, токен, извините, передавать cancellation токен, который хранится в сигнал connection, во время дисконнекта он сбрасывается. Если разработчик библиотеки сигналов об этом не подумал, если знаете, что у вас обработчик долгий, вы можете сами просто забиндить одним из аргументов обработчика cancellation токен и перед дисконнектом его сбросить. Ну, так. Спасибо. Еще вопросы? Да, я вижу там победителя. Вопрос, значит, такой. Вы не рассматривали вариант возвращения из cancelable read не exception, и не какого-то конкретного типа, а optional size t, например? То есть, если вы ничего не прочитали, тогда optional пустой возвращается просто. Ну, суть в том, что мы сначала просто как бы, да, когда мы это делали, мы рассматривали, то есть, я думал о том, не сделать ли там optional, но потом обнаружил, что если сделать там, то есть, еще раз, мы сделали просто ноль, и это работает. Ну, то есть, как бы, это, если у вас выделенное значение это напрягает, то вы можете сделать optional, бесспорно. учитывая, что оно здесь не принуждает ни к чему пользователя, то есть, можно вернуть на хоть минус один. Но, то есть, мы возвращаем ноль, вот я никаких проблем с этим кодом не встретил, особенно, если не забывать проверять токен после того, как вы получили ноль из рида. Еще вопросик есть? Спасибо вам всем. А, вот здесь еще есть. Да, патрот канцел, да. Не существует ли риска, что прервется где-нибудь вообще в дебрях, допустим, аллокатора кучи стандартной библиотеки и вся у нас куча окажется неработоспособной? Пугает? В смысле такого? Ну, суть в том, что как раз таки, если мы говорим про стандартную библиотеку, там, скорее всего, написан код, который обернут соответствующие вызовы. Опять-таки, дело в том, что если, я вот не помню, молок, по-моему, не является прерываемым вызовом. Вот. То есть, по идее, то есть, аллокатор кучи, он никаких системных вызовов, кроме молока или там стбрк, не должен использовать. Вот. Поэтому, вот, скорее всего, проблема будет не здесь. А, скорее всего, будет проблема, когда там какой-нибудь файл откуда-нибудь начнет читать и вот оттуда вылетит и тогда да. на всяком случае, я не сталкивался с проблемой вот именно с аллокатором. То есть, потому что, либо потому, что хорошо написана стандартная библиотека, либо потому, что у них никаких проблем вообще не возникает. Честно говоря, не знаю даже, что вероятнее в данной ситуации. Просто я под винду пишу и там вот terminate thread, аналог, видимо, функции есть. Там говорят, что лучше вообще не использовать, потому что дальше, наверное, поведение программы будут непредсказуемы. Ну да, потому что терминейт трейд, просто разница в том, что как бы терминейт трейд не кидает exception. То есть, в данной ситуации системная липси ждет, пока вы придете в какой-нибудь системный вызов, который входит в список cancelable и только потом кидает вам exception, чтобы вы хорошо свернули свой стэк. А насколько я помню документацию именно терминейт трейда в Windows, он просто убивает ваш стэк и все. Ну в общем, никаких не стэк, а? А, да, кстати, не в каждом липси там поддерживается, да, то есть не в каждом липси еще бросается исключение. То есть, на UC липси нам пришлось писать свой особый cancellation handler, который бросал этот exception для того, чтобы собрать стэк, потому что иначе как бы все со стэка утекало. То есть, как бы с подряд канцелом есть свои хитрости. Поэтому вот как раз таки мы пришли к этому решению. Я слушаю вас. Здравствуйте. Возвращаясь к тому сайз-т, который возвращается ноль, там не получается ли случаем гонки у вас, что вы возвращаете ноль, а вот я как раз говорил, что гонка с одной стороны как бы, то есть, если вы будете переиспользовать этот pipe, то вы в следующий раз получите тот же самый ноль и все будет хорошо. нет, Sorry. Да. То есть, вот здесь, если у вас одновременно закончился файл и пришел cancel, то да, вы обработаете здесь только cancel, не обработаете EOF. Но, если вы переиспользуете диктпайпов, в следующий раз вам придет EOF. Все хорошо. Все равно спасибо за вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. Вы упоминали довольно большую цифру, 200 потоков. Довольно большая цифра, по крайней мере для меня. Еще упоминали такое понятие, как прерывание задач. Вопрос следующий. Я извините, не расслышал. Прерывание чего? Прерывание задач. А, да. Неправильно ли было использовать потоки как некую абстракцию для выделения процессорного времени, а для задач используются программы? Дело в том, что у нас просто почему много потоков? Потому что ситуация такая, например, есть SDK, в котором мы открываем определенные фильтры, которые получают какие-то данные. Мы открыли вот этих фильтров, 60 штук, и данные эти получаем. И каждая функция получения данных блокирующая. И сделать ничего другого, кроме как просто блокирующая сама по себе. Нельзя сделать, если сохранить. Select про них сделать нельзя. Есть просто вызов, который как бы и вот все. Получается, что у нас других вариантов нет, кроме как действительно держать много потоков. вот. Спасибо. 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 Я хотел уточнить, может, ослышался. Насчет OpenSL вы сказали, что библиотека не предоставляет возможности вызвать функции с возможностью отмены. Или мне послышалось? Ну, во всяком случае, там есть BIO у них, который позволяет абстрагироваться от интерфейса к платформенного интерфейса. То есть в них можно передать BIO, но суть в том, что у нас здесь токен ассоциирован не в общем со всей коннекции, то есть не со всем соединением, а токен ассоциирован с текущим трэдом или с текущей задачей какой-то. Поэтому просто положить его туда нельзя. То есть его нужно передавать в каждый рид, соответственно, в каждый райт и так далее. Вот как бы эту обертку над OpenSL писал не я, но тот разработчик, который этим занимался, сказал, что там возможности такой нет. Я не знаю, может быть он не прав, но в общем у нас не нашли такой возможности как-то правильно передать. Мы передавали через TLS, нас вполне устраивало. Спасибо. Я просто подумал, что через TLS можно как-то передать в системный вызов там пол или селект дополнительно вот этот вы говорили ну хэндл сокета, да? Нет такой возможности? Системный вызов? Да. Ну то есть у вас есть библиотека, которая внутри себя вызывает пол, да, или там селек, ну работа с сокетом, на примере OpenSL, я думал, и вы не можете передать ей ну дополнительный хэндл там сокета, FDH, да, или как там там, чтобы прервать его. То есть соответственно нет возможности прервать ну не свою библиотеку, не свой вызов. Но это зависит, то есть если как бы как OpenSSL он предоставляет абстрактную какую-то прослойку, да, тогда да, если нет, тогда ну можно попробовать через подмену функций, то есть есть такая хитрость, что можно подменить функции, которые будет использовать код, с которым вы линкуетесь, то есть это через особые, особые, да, через особые хаки, но тем не менее, вот просто как бы взять и в системный вызов сказать, что мы что-то через TLS передадим в системный вызов, я даже, честно говоря, не уверен, что это вполне возможно, потому что, ну я понял, я сейчас просто ослышался. Спасибо. Спасибо. Вот такой вопрос, недавно я делал отмену, в общем, в WinAPI есть удобные, более высокоуровневые методы посылки запросов, send request, open request, тому подобное, и они отменяются очень простой хитростью, то есть из другого потока, если есть интернет-хэндл, с которым работает вызов send request, достаточно из другого потока этот хэндл закрыть, чтобы операционная система вернула в том потоке, который мы хотим прервать в send request, там, соответственно, пустые результаты или ошибку, и поток спокойно прервался. То есть просто закрыть хэндл из другого потока. В принципе, найдем такой вот cancellation токен, он отлично ложится, то есть создаем новый тип токена, который хранит в себе хэндл, который нужно прибить, в методе cancel этот хэндл прибиваем из другого потока, и поток отменяем и прекрасно завершается, соответственно, запрос к сети обрывается тут же практически. Есть одна проблема. Проблема в том, что вот по идее закрытия этого хэндла вы должны делать в деструкторе. То есть опроса вызвать деструктор. То есть вам либо нужно добавлять дополнительный метод сюда, добавлять дополнительный метод cancel, close, я не знаю. То есть по идее у вас делается в деструкторе. Так же как было с методом cancel для condition variable. То есть там просто вызвать close хэндл, запомнив заранее сам хэндл. Интернет close хэндл. С помощью средствами cancellation токена вызвать close хэндл? По документации можно. Значит, очень просто. Если вы закрываете хэндл, то кто может создать объект, у которого номер 5, ну, числодое значение, попадется в деструкторе. Значит, создать тот подход, который выводит, может вместо детства в том, что выводит, чтобы выводит этот новый хэндл, и начали читать в другом фаре. Ну да, не случайно. Это в Винопи, в составе Винопи. Это вообще такая стандартная проблема с закрытием, открытием ресурсов. Ну, странно. Просто по документации говорится, что вполне можно интернет close хэндл из другого потока просто вызывать или запрос обрывать. А вот просто вопрос был такого рода, можно ли вот в API-пасикс также клоузом прибывать дескрипторы, чтобы не приходилось так вот играться с полом? Я, честно говоря, не помню сейчас дословно, что сказано в документации, но когда мы все это придумали, нет хорошей жизни по большому счету. И, то есть, по-моему, для некоторых функций там просто не undefined behavior. То есть, если вы делаете клоуз в тот момент, когда какой-то вызов там внутри находится. Поэтому нет, не всегда, как минимум. То есть, не знаю, может быть, есть какие-то вызовы, в которых это так получится, но не всегда. Опять-таки, если здесь делать, то есть, по идее, у вас клоуз, я просто просто говорил, что у вас клоуз, по идее, вызывается в деструкторе. И просто вызвать деструктор в другом потоке, пока у вас какой-то поток находится в функции. Ну, это какое-то вообще… Так делать нельзя. То есть, придется добавлять тогда, то есть, в вашем подходе придется добавлять отдельный метод клоуз, дисконнект, я не знаю, что-то такое. Ну, тоже как бы что-то будет засорять интерфейс. Я вот еще к чему. Ну, и не всегда сработает, да. Ну, и здесь получается так, что, в принципе, так как бы если у нас есть какой-то файл, из которого, ну, может быть, pipe, да, из которого читает сразу куча потоков или пишет в него сразу куча потоков, мы можем спокойно отменить. То есть, мы никак не портим состояние здесь вот этого pipe. Мы просто просыпаемся из пола, мы вообще ничего туда не записали, у нас все хорошо. То есть, более того, мы даже можем вернуть, если мы уже что-то записали, например, то можем вернуть честное значение, сколько мы записали. Все хорошо, мы не убили этот pipe. То есть, в этой ситуации мы спокойно можем переиспользовать все те объекты, в которых есть cancellation токены и в этом смысле все замечательно. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Насколько я понял, это такая абстракция имеет смысл в основном как раз-таки для воркеров, которые в большом количестве создаются, выполняются и потом уничтожаются. А имеет ли такая абстракция какой-то практический смысл для долгоживущих потоков? Долгоживущий поток. Вам в любом случае как бы захочется, чтобы ваше приложение завершалось, как сказать, красиво завершалось. Приложение должно завершиться красиво, потому что вы как бы иначе не лики не проверите, То есть вы хотите, чтобы ваше приложение завершалось красиво, поэтому ваш поток даже долгоиграющий когда-нибудь все-таки должен завершиться. Поэтому даже для долгих потоков, ну это, конечно, менее, наверное, актуальная задача для них, но даже для долгих потоков это все равно как бы имеет смысл. И вот как-то так. для долгих потоков мы вводим новую абстракцию для увеличения красивости, по сути. Ну не то, что для увеличения красивости, я не знаю, то есть поиск ликов это увеличение красивости или нет. То есть вы захотите в ваше приложение искать утечки памяти. Как вы будете искать утечки памяти, если вы не будете совершить стандартный такой подход, погоняли приложение, завершили, посмотрели, все ли там. То есть это такой первый, скажем так, шаг к поиску утечек памяти. Вот если у вас потоки не завершаются, если они зависли как бы навсегда в блокирующих вызовах, вот как вы в этой ситуации будете делать это? Ну в принципе нет, но блокирующие вызовы обрамлять полами, в принципе это довольно-таки распространенная практика. Нет, то есть если, допустим, именно блокирующие вызовы предварять полами, но при этом не вводить абстракцию в виде cancellation токена. Да и как бы понятно, что все эти проблемы там и даже с булевым флагом, индустрия как писала этот булевый флаг 50, ну не 50, ну ладно, 25 лет, так писать, пишет и будет писать. Вопрос в том, что как бы про минусы это очевидно, что как бы тут кто-то забыл сбросить его в false, тут там exception вылетел, в итоге раз как бы thread не завершился, особенно если мы говорим про новый стандарт, раз как бы terminate. Ну это же как бы не самый правильный подход так. То есть это просто та абстракция. Понятно, что можно жить и без нее. В принципе как бы из нее и жили-то как бы столько лет, но это красивый способ решить вот такую застарелую по большому счету проблему, которую сейчас все решают какими-то ad hoc решениями. То есть тут подоткнули костыльком, тут подоткнули, тут там condition variable сделали публичным, чтобы его можно было ему сказать notify all, как бы, и вот все проснулось, ну все, можно выдыхать. А зачем, если можно сделать красиво, хорошо и как бы вообще вот в смысле идем ураи, хороший подход. Ясно, хорошо, спасибо. Вам спасибо.